Здравствуйте! Это программа «Город за спиной» и я, Светлана Воробьева. Сегодня утром улица Чапаева из-за ремонта стало наполовину уже, и вместо троллейбусов по ней теперь будут ходить только автобусы. Петрозаводск после зимы утопает в мусоре власти, призывают горожан выйти на субботники. А также говорят, что мэр якобы заявил, на Петрозаводском Биг Бене появится барельеф Гагарина. Что еще произошло в нашем городе и что обсуждают сегодня об этом в нашей программе. Депутаты Петросовета посчитали работу мэра удовлетворительной. Николай Ливин на этой неделе отчитывался перед народными избранниками на очередной сессии Градского совета. В докладе главы города депутаты увидели много положительного, что сделало жизнь петрозаводчан лучше и комфортнее. Критиковал мэра, глава республики Александр Худилайнин, главный упрек – это дороги. В асфальт закатали почти 2 млрд рублей, а нормальных дорог как не было, так и нет. Кроме того, одной из острейших проблем остается Гоголевский мост. И возникла эта проблема из-за нерасторопности городских властей, которые вовремя не подготовили всю необходимую документацию. Об этом и пришлось Худилайнину отвечать уже во время своего отчета перед парламентариями. Документации сегодня нет. Я знаю, что сегодня мэрия Петрозаводска заказала новый проект этого моста со сроком окончания проектирования и получения уже и экспертизы к началу августа 2013 года. С этим мостом я был дважды у министра транспорта Соколова Максим Юрьевич, первый раз после поручения президента, второй раз был еще отдельно, спрашивая, какая еще перспектива. Мы сегодня находимся по поручению президента Владимира Владимировича Путина в перечне аварийнейших объектов России, на которых нужно обратить особое внимание. Как только будет документация, я думаю, что у нас шанс с вами есть получения денег уже в этом году на начало строительства. Переходя от дел насущных и житейских к глобальным, стоит отметить, отчеты главы республики и главы города очень похожи. Красной нитью в них социальная направленность общей политики, дети образования, зарплаты бюджетникам. Вот и на этой сессии депутаты Петерсовета поддержали инициативу мэра города повысить зарплаты младшему персоналу в детских садах на 7%. Это немного, но ведь из своего бюджета, а у него, как мы знаем, возможности невелики. А немного раньше воспитатели стали получать больше, и поэтому набирать кадры в дошкольные учреждения стало проще. Так, например, было с новым детским садом на улице Зеленой, который очень торжественно открывали первые лица республики и города. Нет, фоткаю. Тебя фоткаю, да. Посмотрите, вам послать, дядя, дядя, дядя. Фото, видеосъемка и масса внимания. Первые воспитанники нового детского сада в этот день чувствовали себя настоящими звездами. Детский сад на Зеленой построили с нуля, и он совершенно отличный от других. Он современный. Яркие стены, просторные холлы, удобная мебель. Все взрослые, которые причастны к этому событию, уверены. Прошли те времена, когда в детский сад малыши шли со слезами. Теперь дошколята в сады очередь занимают, а она, очередь эта, хоть медленно, но стала уменьшаться. Сегодня обязаны делать все, чтобы выполнить поручения президента и обеспечить всех нуждающихся детскими дошкольными местами. По городу Петрозаводску эта проблема решалась очень активной. С 2009 года более 3000 мест было предоставлено нуждающимся. Это и путем уплотнения, путем введения новых объектов. В этом году мы вводим уже второй детский садик на территории города Петрозаводска. И будет еще один детский садик. Это действительно очень здорово, когда такая проблема решается. Пока новый детский сад заполняется детьми и работает в тестовом режиме. В ближайшее время откроются все 14 групп для 280 ребятишек. А следующий подобный объект городские власти подарят малышам в новом микрорайоне на Древлянке. В этом году исполняется 80 лет, как в Петрозаводске была основана станция переливания крови. Ее организовали в 1933-м. Сейчас в небольшом здании на улице Пирогова располагается служба крови. Туда ежедневно приходят десятки доноров. Многие из них спасли не одну жизнь. Этот год здесь, на Пирогово, начался неопределенно. Законодатели решали судьбу вознаграждений для доноров крови. Хотели и вовсе отменить выплаты. Конечно, на республиканской станции переливания волновались. Но тут же добавляли, наши доноры никогда не сдавали кровь из корыстных побуждений. Если в Москве и некоторых других регионах за кровь платили по тысяче, 500 или 800 рублей, то у нас только 70. Тех платных доноров, которые есть в Питере и в Москве, у нас их нету просто. У нас нет возможности в бюджете их баловать такими суммами. И все же доноров на нашей станции балуют, но только хорошим отношением. Внимательный персонал, доброжелательная обстановка и обязательное спасибо каждому донору. Возможно, такое трепетное отношение и помогло в том числе избежать критических ситуаций в начале года. В республике как раз больших-то сложностей мы не испытали, потому что наши доноры, они не были избалованы вот этой денежной выплатой взамен, так вот скажем, питания доноров. И она была минимальная, наверное, самая, может быть, маленькая в Российской Федерации. И мы не испытали нехватки доноров. И причем я это скажу четко, потому что итоги подведены за три месяца и не только по городу Петрозаводскому, но и по республике. Мы в донорах не потеряли, мы в заготовке крови не потеряли. Тем не менее, проблем у службы крови хватает. Небольшое здание, хоть и уютное, но уже не отвечает всем современным требованиям. Мобильные передвижные комплексы также далеки от совершенства. И самое главное, до сих пор в стране нет единой базы доноров. Поэтому, если у нас пожелает сдать кровь не местный гражданин, то ему, скорее всего, откажут. Врачи не могут быть полностью уверены в его здоровье. Большая надежда на молодых. В нашей республике давно и успешно пропагандируется донорство среди студентов и учащихся. На сегодняшний момент есть актив волонтерский, который активно занимается проведением донорских акций у себя в учебных заведениях, привлекает некие новые пласты, открывая. То есть в конце года мы, например, стали работать с Академией госслужбы. Для ребят это были первые донорские акции. И сейчас они постепенно включаются, чтобы этот процесс был не единоразовый, а раз в два месяца, что для нас наиболее важно. Не просто донести информацию, не просто вывести студентов один раз, а сделать так, чтобы этот студент с нами ездил либо сам каждые два месяца, либо приходил на станцию после этого и становился активным донором. Молодежное донорское движение проводит не только дни донора, но и активно пропагандирует донорство в учебных заведениях республики. Аншлаг. Восторженные поклонницы с цветами. В Кондопожском ледовом дворце Филипп Киркоров представил свое шоу под названием «Другой». Стал ли певец другим? Наш взгляд в репортаже из Кондопоги. Шоу проходило под интригующим названием «Другой» и шло в формате чередующихся видеоинсталляций, которые не были лишены колоссовской задумки, связанной с личностью самого певца. Режиссером-постановщиком стал всем известный Олег Бондарчук, а костюмы для шоу подготовил мэтта российского модельного бизнеса Валентин Юдашкин. Хочу, отвечаю, а хочу, промолчу, хочу, сочиняю, а хочу, как хочу. Моё личное дело. Хочу улыбаться, хочу разозлыть, вчера поругаюсь, а сегодня влюблюсь. Моё личное дело. По словам зрителей, стоимость входных билетов начиналась от суммы полторы тысячи рублей и заканчивалась суммой три тысячи семьсот. Как рассказали нам организаторы концерта, билеты были раскуплены еще задолго до даты самого концерта. В том числе делались и групповые заказы даже из районов Карелии. Как вы думаете, ради чего? Певец на разрыв сердца, выкладываясь на полную катушку, поведал им, разумеется, о любви. Именно под романтическими речитативами билит сердца практически каждого, для кого Филипп Киркоров настоящий кумер. Какой бы песенный жанр не выбрал привет, в каждой песне он пытался быть другим. Будто переодевая очередной костюм, Киркоров перевоплощался в образ то одинокого несчастного певца любви, то магического магистра, который эту же любовь и разрушает, то смешливого жизнерадостного городского сумасшедшего, который вдруг въезжает в зал на велосипеде, одарив почитателей счастливыми улыбками и возможностью подойти к кумеру чуть поближе. Подача зрелища, нужно сказать, крайне эффектная. И несмотря на холод царивший в зале Ледового дворца, сердца зрителей были растоплены раз и навсегда с первой же исполненной ноты. Глаз для оторвать от танцоров подтянутые, красивые, манкие, незаменимые люди в шоу отображали текст песен профессионально и талантливо. Нужно отметить, что возрастная зрительская категория была настолько разной, что начинаешь думать, о какой Киркоров певец. Дамский любимец, у мир юных леди, либо звезда, которую слушает вся семья. Концерт показал, что Филипп Киркоров универсально интересен совершенно разной публике. 21 раз я на концерте Филиппа Киркорова с 2000 года. Всегда великолепен, замечательен, просто праздник. Очень понравилось. И пускай приезжает к нам в Карелию еще много-много раз, потому что публика встречает его замечательно. Замечательное шоу, красивый концерт, очень открытый человек душевный, очень красивые песни, душевно представленные, один раз поплакала даже. То есть, в общем-то, все эмоции человека чувствуются, передаются нам в залу. Концерт замечательный. Филипп Киркоров, это вот рядом, ощущать такая масштабная личность, очень здорово, потрясающие эмоции. Спасибо. И это все на сегодня. Впереди майские праздники. Хорошо вам всем отдохнуть и набраться сил. Это был «Город за спиной». Я Светлана Воробьева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова